Читаешь такие новости в местных изданиях? В Херсоне ночью горел панамский сухогруз. Ну думаешь, боже мой, братья панамцы, как же ж пострадали в городе Херсоне. Начинаешь смотреть новость, смотришь Светослава. Панамское название, да? Славянское имя еще такое величественное. И написано вот Панама. Видать боятся тут уже в Украине регистрировать, чтобы не конфисковали за что-нибудь, не придрались судно. Уже до того дошло. И получилось 17 апреля 2021 в 22.17 на номер службы 101 поступило сообщение о том, что произошло возграние в надстройке сухогруза Светослава. Уже больше года находится на отстое на затоне Пятницкого корабельного острова. Ну там куча затонов в Херсоне. И на той стороне Днепра, и на этой. И там вот где-то в каком-то затоне оно стоит. Пожар, это спустя меньше часа, был локализован на площади 25 квадратных метров. А еще в 0.20 уже ликвидирован. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. На судне находился только охранник, который обнаружил возгорание. Ну вот так вот у нас случается. И тут открыть регистр. Смотрим регистр. Вот Светослава судна. Тут вот эти все его, что он находится сейчас в Херсоне. Осадка максимальная. Доложенная 2.6 максимальная не указана. Тут общий год постройки 1971. Это получается 50 лет в этом году будет судну. Активно, то есть может плавать дальше. Флаг Панама, позывной вот его. Длина 138 метров. Ну приличная длина судна. Видите как. И в металлолом жалко, и в плавание не пойдешь. Тут где-то еще вот фотки его. Откроем сухогруза этого. Был у нас когда-то и Черноморский флот. Очень много всего. А сейчас ничего не осталось. Это вот в Стамбуле была снята фотография. Экспозиция указана. Модель фотоаппарата. Ну прям тут красивое фото. В такой динамике судно прямо идет. Тут спокойное. Под Днепру много таких фоток. Этих барж. А это тоже как Херсонская вышка. Похоже. Оно написано в Стамбул. На фотографиях. Вот такое оно все. Судно. Мост. Вверху. Но тут если еще посмотреть историю названий. Это судно раньше называлось у нас. Где тут? Волгодон 5036. И ходило под украинским флагом. Вот так вот оно. Все стараются кто вовшары вывезти, кто еще куда-то. Чтобы не оставаться один на один с государством. Суд арестует, продаст и кончится судновладение. Тут у нас все, какое может быть. Уже сколько таких разных событий в разных отраслях. Ну напишите, что вы думаете обо всем этом. Что не хотят жить тут люди, работать, а регистрируют как иностранные инвестиции. Или судно под другим флагом, чтобы быть спокойным за свою судьбу.